Депутат окружного совета Кирилл Апостолов уверенно делает первый ход королевской пешкой. Директор шестой школы Инна Самаркина в игре и по жизни не соперник, а партнер. Пару лет назад они вместе с депутатом Апостоловым, а он еще и выпускник школы на «Звездочке», задумали хорошее дело – обучать детей шахматом. Я шахматом с детства занимаюсь. Еще за первый класс, за эту школу я уже выступал в соревнованиях на пятой доске. Раньше было очень много соревнований в нашем районе. Проводились они на луче, между школами были. Я выступал с первого класса на пятой доске. У нас был шахматный кружок на поселке, а потом там возникли вопросы с арендой. Поэтому благодаря школе мы здесь нашли помещение и сюда приглашаем всех детей заниматься шахматами. При поддержке Кирилла Апостолова в отдельном школьном кабинете теперь есть все для изучения игры. Я хочу, Кирилл Александрович, вас поблагодарить за ту материальную помощь, которую вы оказали в школе. Потому что и магнитная доска, и шахматы, и часы, как положено, часы специальные для турниров. Самое главное, что это бесплатно у нас. Любой ребенок может прийти сюда и начать заниматься. Вот это самое главное, чтобы люди приходили, бесплатно занимались и получали знания шахматные. Раз уж оказались в родной школе, зашли в столовую. Депутаты регулярно проверяют, как и чем кормят детей. Это важный вопрос, чтобы было нормальное качество питания детского. Чтобы не расслаблялись наши, кто предоставляет услуги. Потому что каждый год у нас новые могут появиться. Поэтому мы, как депутаты, так и родительский комитет, всегда проверяем качество питания. Если все идет хорошо, может быть и не стоит так реально этим заниматься. Но как только появятся первые жалобы от учеников или от их родителей, моментально надо реагировать. Осмотрели школьный музей. Он новый. Создан к 75-летию Победы. Но уже занял второе место в Смотре. Нужны выставочные стеллажи. Кирилл Апостолов берет просьбу на заметку. Попробует помочь. Мне, как депутата, хотелось бы, чтобы мы, конечно, еще отремонтировали школу и внешне сделали. Но это большие деньги. Я думаю, что в планах администрации это будет. Кирилл Александрович Апостолов родился в Загорске. Родители были ведущими специалистами на НИИ-ПХ. Окончил школу номер 6. Занимался шахматами и борьбой. Военную службу проходил в Приморье на острове Большой Камень. Окончил Московский государственный индустриальный университет. Получил юридическое образование. Избирался в Совет депутатов городского поселения Сергеев-Посад. В 2017-м был избран заместителем председателя городского совета депутатов. С сентября 2019 года депутат Совета депутатов Сергеево-Посадского городского округа. В его избирательном округе микрорайона «Звездочка» и «Скобянка». Мы сейчас с вами пришли на небольшой такой тротуарчик, который в этом году был построен. Расскажите, пожалуйста, предысторию, вопроса. Да, у нас этот садик 4 года назад сделали, ввели в эксплуатацию. Дети получили новые площадки. А добираться до садика, к сожалению, из этих домов приходилось переходить здесь пешеходный переход, обходить и там опять переходить дорогу. Что не устраивало жителей, они мне писали просьбу о том, что устроить здесь пешеходную дорожку. В том году у нас ремонтировалось полностью дорожное полотно, поэтому сразу решили сделать тротуар хороший с ограждением, чтобы было безопасно. И сейчас жители могут воспользоваться этим тротуаром, спокойно перейти по этой стороне и своих детей отвезти в этот детский садик. Об устройство тротуара вдоль улицы Железнодорожная – одно из небольших, но важных для жителей дел, выполненных Кириллом Апостоловым. Вообще его в микрорайоне знают с детства. Вот и на встрече с Советом ветеранов общаются больше по-соседски. Очень рад сегодня видеть вас в таком количестве. Хотя многие не пришли, боятся, наверное, болезни. Дай бог всем здоровья, никто не болел. Давайте-ка я вам доложу о том, что у нас сейчас вот какие новшества произошли. Вопросы у ветеранов насущные. На поселке нужны кассы для оплаты счетов за отопление без комиссий. Новый собственник окружных котельных «Газпром Теплоэнерго» обещает разместить их на привычных местах. Об этом депутаты просили на профильном комитете. Они знают эту проблему, обещают в течение двух недель решить, как на Скайбянке, так и на Звездочке. Скорее всего, это будет на тех же местах. Сейчас они просто не могут получить, как они объяснили, инкассацию. И уже сейчас зимой идет депутатская работа по подготовке к комплексному благоустройству. В прошлом году вместе с жителями прошли по территории, посмотрели, что нужно. Запросы были направлены в администрацию округа. Просчитан бюджет предстоящих работ. Сейчас Кирилл Апостолов принес готовый проект. Все вопросы, которые вы ставили, и жители этих домов, все учтены. Расширение дороги, асфальтирование, увеличение автомобильных стоянок, освещение. И самое главное, на комитете мы хотим проверить смету, чтобы смета соответствовала тому, что мы заявили. Чтобы не было потом, когда начнут делать, говорить о том, что денег не хватает. Советы ветеранов – это самые активные жители. Они внимательно изучают проект благоустройства. Они же и спросят у депутата, если что не так. Сейчас встречались с ветеранами, рассказали им о благоустройстве. Ну вот всем жителям тогда расскажите, что на этот год планируется здесь. Это будут задействованы первая рыбная, почти вся, и два дома железнодорожных. Там планируется много работы, много асфальтирования, дополнительные детские площадки с резиновым покрытием, воркаут, дополнительное освещение. Поэтому работы будет много. Меня, как депутата, тоже много, потому что буду проверять и смотреть о том, что мы согласовывали с администрацией, с жителями. Надо все, чтобы было сделано. Кирилл Александрович, по-моему, 2005-2006, где-то эти годы вы первый раз избираетесь в Советы, или, по крайней мере, идете на выборы. Тогда достаточно молодым человеком. Что вас подтолкнуло к тому, чтобы заняться общественной работой? Ну, естественно, хотелось, чтобы рядом с домом, а я сам со звездочки, было больше порядок, и что-то сделать поинтереснее, покрасивее, благоустройство какое-то. К сожалению, не сразу все это давалось. В основном сейчас последние 5-6 лет сильное благоустройство у нас здесь проходит на звездочке и на Скобянке, где я являлся депутатом. Но благоустройство по всему городу, оно на протяжении всего этого времени происходило. Я, к счастью, наверное, принимал в этом участие. Это эскидский парк. Мы принимали решение как депутаты и все остальные знаковые такие вот места. Здесь на звездочке у вас есть приемная. Расскажите, где она расположена и как вы там работаете? У меня находится приемная по адресу Октябрьский, дом 3. Принимаю я последний четверг месяца с 18 до 19 часов. Жители, которые есть вопросы, ко мне туда приходят. Не надо предварительной записи, можно подойти. Кто знает мой телефон, они не могут и не приходить, а позвонить. Я всегда готов ответить. Приятно, когда жители обращаются ко мне как к депутату и на моих приемах. И я могу им помочь с решением их вопроса. А на этой встрече говорили о перспективах развития Скобянова поселка. Старые брусчатые дома расселяются. И вокруг галереи артбаза освобождается пространство. О том, как его использовать, депутаты округа рассуждают вместе с жителями, депутатом Госдумы Сергеем Пахомовым и Валерием Ежаком, основателем галереи. Зона проектирования и благоустройства, она расширится прямо вплоть до этого дома. То есть это будет единое пространство. Здесь в этом доме тоже будут, естественно, будет общая территория. Вообще должно стать местом притяжения на Скобянке, чтобы сюда приходили люди, отдыхали и смотрели. Скобянка, благородие. Парк – открытое арт-пространство, а может и небольшая сцена для уличных представлений. Идеи есть и это не просто прожекты. В бюджете этого года депутаты уже заложили первые средства на благоустройство на Скобяном поселке. Продолжение следует...